В случае победы нашей заявки на проведение Олимпиады в 2022 году в восточной части мегаполиса построят новый спортивный городок, который станет центральным объектом игр. Площадь, на которой расположится Олимпийская деревня, 122 гектара. На этой территории разместятся ледовые арены на 3000 и 12000 посадочных мест. Здесь запланировано строительство гостевого центра, деревни для работы делегатов, два отеля, а также главного международного вещательного центра с прилегающей медиадеревней и зоной стоянки для транспорта. Всего в городке смогут разместиться около 6000 человек. Транспорт на самом деле очень большой аспект Олимпийских игр и он очень фактически является главным связующим звеном, потому что от работы транспорта зависит вся работа игр. То есть если будет опаздывать транспорт или не приходить вовремя или не привозить, это будет, ну скажем, фактически игры могут не состояться. Олимпийский городок, который презентован сегодня, имеет очень удобное месторасположение в плане дорожного, развития дорожной сети в том районе. Поэтому он и был избран, место было бы избрано там. Еще одна олимпийская деревня запланирована в Солдатском ущелье. В этот проект вошли уже существующие объекты – курорт Акбулак и академия бокса Аиба. К 2017 году здесь построят гостиницу. Если Алматы выберут столицу из зимних игр, то здесь же планируют возвести еще одно здание, где будут также проживать спортсмены. Месторасположение горной деревни выбрано не случайно. В первую очередь это обусловлено близкой расположенностью к лыжно-биатлонному стадиону Алатау. В первую очередь мы даем условия проживания рядом со спортивным объектом, где они будут тренироваться. Например, взять Акбулак, он находится на высоте. Поэтому приезжая здесь жить в Алмате и потом уезжая подниматься на высоту – это тоже не очень хорошо для спортсменов, которые принимают участие. По планам Оркомитета, Олимпийский городок на 400 мест будет расположен возле высокогорного катка Мидео. На этой арене будут проживать конькобежцы и лыжники во время главных зимних игр. Кроме того, реконструирует и накроет крышей сам ледовый каток. По предварительным данным, полная реставрация этого объекта обойдется казней в 51 миллион долларов.